Я приветствую вас на канале Аленин сад и в этом видео я расскажу как приготовить очень загадочное варенье. Вот посмотрите внимательно и догадайтесь из чего приготовлено это варенье. Думайте, 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 хорошо думайте. Когда я у мужа спросила, он сказал, малиновое? Хорошо бы, если бы это было малиновое варенье. Очень много у меня его получилось. Ну, догадались? Я думаю, что вы ни за что не догадаетесь. Итак, это джем из физалиса овощного, цидонии и сока бузины черной. Потрясающая вещь получилась. Рецепт я сама придумала по ходу изготовления различных вареньей. Я вообще очень люблю экспериментировать с вареньями. Мои подписчики, наверное, уже это поняли. Это не для еды, это просто для эксперимента и для удовольствия от процесса приготовления. Ну, джем, конечно же, очень съедобный. Итак, как приготовить такой удивительный, интересный, загадочный джем? У меня выросло очень много физалиса овощного. Сам по себе он не обладает восхитительным вкусом. Он не сладкий, без запаха особого, без вкуса. Но этот физалис, во-первых, его много, во-вторых, он замечательными желирующими свойствами обладает. В нем достаточно много пектина. Цидония. Ну что цидония? Сама по себе очень-очень кислая, но с приятным ароматом. И бузина черная, не очень съедобная ягода, косточка ядовитая, сок можно использовать для подкрашивания всего-всего-всего. Вот, пожалуйста, физалис дает нам объем и желирующие свойства, цидония дает аромат и кислинку, а бузина черная дает приятный красный цвет. Как готовить? Все очень-очень просто. На килограмм плодов физалиса приблизительно 100-200-300 грамм цидонии. Кому как нравится, насколько вы хотите, чтобы было кисло. И полстакана сиропа из бузины черной. Если вам интересно, как он готовится, у меня на канале об этом есть видео, вы можете посмотреть. Физалис и цидонию нарезаем кусочками, засыпаем половиной сахара и кипятим. Когда эти ягоды и фрукты станут мягкими, берем блендер и все это измельчаем в однородную массу. После этого добавляем оставшуюся половину сахара и выливаем полстакана сока бузины черной. И варим уже до готовности. Готовность определяется по нерастекающейся капельке на керамической какой-то основе на тарелочке. Очень быстро готовится. То есть после добавления половины сахара буквально 5 минут еще нужно покипятить и все. Дальше варенье нужно разложить по стерильным баночкам. Закрыть сверху салфеточкой, пока варенье не остынет. И только после этого закрывать крышечками для того, чтобы конденсат не образовался и варенье раньше времени не испортилось. Вот такой вот очень простой рецепт очень необычного варенья. Удивительно, но вот сочетание всех этих продуктов дает такой вкус, который лично мне очень напоминает клубнику. У всех вкусы разные, рецепторы разные, но мне, когда я ем этот джем, кажется, что я ем клубничный джем. Получилось очень-очень похоже. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Даже если вы не будете его использовать, то я уверена, что это подстегнет вашу фантазию. И вы захотите приготовить что-нибудь интересное, какое-то свое собственное загадочное варенье. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Все вам доброго и до свидания. Спасибо.